Всем доброго здоровья и мир вашему дому! Давно уже пытался купить селедку в магазине, а то пересоленая, то еще что-то, не знаю. Вспомнил, что у нас есть очень хороший рецепт от бабушки. Сегодня я хотел им поделиться рецепт засолки селедки. Для того, чтобы засолить селедку, сначала нужно ее купить. Взял я большую селедку, целый пласт, не в магазине, а там на базе, потому что там она более такого свеженького вида. Нашел очень-очень драгоценный список моего рецепта. Ну это не мой, это бабушкин рецепт. Это вот как я еще давно-давно его написал, вот так я его и храню. Поэтому сегодня я готов поделиться с этим вкуснейшим рецептом. Сейчас я буду по ходу сразу все ложить. Что для этого нужно? Во-первых, кипяченая вода. Не знаю почему, но почему-то написано кипяченая холодная вода. Поэтому я вскипятил воду, охладил ее. Будем все делать из расчета на один килограмм селедки. Значит, у меня здесь 9 килограммов селедки. Я свешил сначала. Из этой килограммовки, в общем, я буду добавлять ингредиенты. Итак, поехали. Господи Иисусе Христе, Сыне Боже, помилуй нас, Бог благословит, все делаем с молитвой. На 1 килограмм селедки 3 столовые ложки с бугром соли. С бугром? Куда такую страсть бугром? Ну давайте хоть это получается 3 и 9. 27. 27 ложек соли. Раз. 26 и 27. Вообще-то я говорю, там правильно, вот, например, готовить ту же селедку, да, солить самому. Ты сам ее приготовил. Во-первых, это дешевле получается. Во-вторых, ты знаешь, что это такое. Я уже этот рецепт готовил уже не один раз, много раз. Почему много столько рыбы? То есть мы засолим и мы обязательно угостим здесь кого-то. А значит ту, которую я не использую, я могу ее заморозить. И потом в любой момент также ее достал и вот такая солененькая будет, свеженькая. Дальше у нас идет по списку 2 столовых ложки сахара с бугром. Ну, не с бугром, но 2 столовые ложки точно. 2 на 9, 18 добавляем. Все, как бабушка говорила, я так и делаю. Сахар размешали. Дальше по списку. Значит, 1 чайную ложку уксуса. Мы как-то пробовали добавлять... Оп! Как-то пробовали добавлять уксус, который слабенький, но он не идет. Получается 9 маленьких ложечек чайных уксусной эссенции добавляем. Размешали уксус. Удачно написано 3 или 4 лавровых листа. Вот лавровый лист. Ну, там 3-4, давайте по 3, там сколько? 9-27. Ну, примерно тут. Ну, кидаем, в общем. Все это придаст очень такой тонкий вкус интересный. Дальше. 1 чайная ложка корицы. Корица молотая, понятное дело. Вообще, это очень интересная такая специя. И, собственно, корица здесь будет играть из главных ролей, так скажем. Поэтому корица должна быть здесь обязательно. Добавляем, получается, 9 ложечек вот таких. Так, дальше у нас идет 4-5 штучек гвоздики. Вот такая гвоздичка. Ну, она не молотая, ничего. Вот прям, значит, у меня тут есть вот такие вот растеницы. И вот добавляю их сюда на килограмм 4-5 штучек. То есть посчитаю примерно. Еще добавлю для моих 9 килограммов. Потом идет пол чайной ложки перец черный молотый. Пол чайной ложки на 1 килограмм. Вот у меня молотый черный перчик. Значит, добавляем сюда раз. Так, самый сложный пункт вот из этого рецепта. Ну, как писала бабушка, значит, как говорила, точнее, горошек, перец. 10 штучек. Вот. Поэтому надо четко не ошибиться. Берешь, насыпаешь, и вот по одной так считаешь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двенадцать, четыре, двенадцать, шестнадцать, семнадцать. Ой, да ну вот это. Ее же нету здесь. Это добавляет. Вот так все. Еще один из пунктов. Одну большую луковицу порезать. Получается 9 луковиц. Сюда надо. Я просто именно в этот раз захотел сделать без луковицы. Потому что, ну, как мне кажется, без лука селедка хранится дольше. У меня просто большой объем. Когда у меня был маленький объем, лук он тоже прям придает вкус определенный. Ну, в этот раз, то есть вы добавляйте и попробуйте, да, я сейчас добавлять не буду. Поэтому я сейчас просто все перемешиваю, потому что все ингредиенты закончились. И все. Написано, ну, залить весь состав. Раствор залить селедкой, придавить тарелочкой. И стоять четыре дня. На пятый день можно попробовать. Положил селедку в ведро. Сейчас я залью наполовину. Потом положу и туда, чтобы, ну, как бы водичка, чтобы она там везде-везде прошла у меня. Я специально так сделал. Не стал все закладывать. Все, господи, благослови. Видишь, я даже побоялся, что как будто бы воды мало будет. А на самом деле воды у меня много. Все, остальную селедочку я сейчас вот так вот красивенько укладываю сюда, чтобы она вся вошла у меня. Я залил рассол. Все, я закрываю тарелочкой, как было у бабушки написано. Можно сказать, первый раз я делаю такой большой объем, поэтому чуть-чуть не подрасчитал с водой. Кипятил полную кастрюлю, но я воды какую-то часть отливал. То есть надо было еще побольше отлить. Ну, соответственно, здесь на глаз можно уже подыграть, как бы там чуть-чуть соли, может быть, добавить, да, раз вот некоторая вода не вошла. А когда вот, например, там, ну, четыре килограмма, пять, то есть, в принципе, у меня как бы вот нормально получалось. Вот, поэтому все, Господи, благослови, значит, упираю это на четыре дня в холодное место, естественно, ну, в подпол, например. И все, постоит на пятый день. Никуда не уходите, ждите. Через пять дней я приду и расскажу, что получилось. Ну что, вы еще здесь, прошло пять дней, и так, тадам, опа, вот сюда веточку. Наша селедочка получилась, мы ее попробовали первый раз, значит, можно регулировать выдержкой. Первый раз попробовали, нам показалось еще чуть-чуть бы подержать ее. И мы ее еще сутки продержали, и тогда вообще получилось в самый раз, по солености, да. Ну что ж, всем приятного аппетита, кушайте на здоровье, солите селедочку в домашних условиях вот таким способом. Все, всем мира и добра.